всем привет с вами аня и вы на канале нюта хендмейт сегодня я вам покажу и поделюсь своей законченной работой и девчонки закончила я наконец-то свою шоколадницу отриолис долго я ее отшивала с ноября месяца но почти полгода наверное получается полгодика впечатление от работы у меня остались только самые хорошие отшивалась легко и просто могу сказать так потому что а почему полгода отшивала но у меня много процессов поэтому не так много времени уделяла ей хотя если кто вот будет отшивать например только один этот процесс я думаю он вообще полетит очень быстро все отшивается единственный фон с фоном я немножко помучилась утомительно было для меня так все прекрасно прежде чем перейти вам показывать работу свою готовую хотела бы поприветствовать всех своих новых зрителей на своем канале а подписчиков у меня прибавилось это уже неспроста у меня опять появился благодетели на канале в youtube это канал ирина рекамины спасибо ей огромное за такие теплые рекомендации моего канала благодаря ей у меня значительно прибавилось подписчиков зрителей я вас всех приветствую и надеюсь я вас не подведу ну давайте приступим к вышивке значит отшивала отшиваться должно было на 14 аиде и размер готовой работы 24 на 40 должен быть я и здесь внесла изменения поменяла 14 канву на 16 потому что для меня большеват размер 40 сантиметров в длину достаточно такая большая работа я поменяла на 16 сейчас вам скажу что у меня получилось какой размер работает и сейчас им все покажу по ниточкам посмотрите сколько не так осталось связи с тем что я меняла канву на более меньше каунта принципе ниточек нормально осталось особенно вот эти ниточки которые использовались для фона их прям много осталось вот 6 7 это все фоновые ниточки были организацию меня на простой планшетке от гамма здесь я уже эти нитки разбирать точно не буду но и даже раскручивать их не буду просто выброшу сразу что здесь ниточки уже все путаны органайзер этот у меня использовался не первый раз вот у меня где-то уже отлетели где циферки вот эти вот как они называются зажимчики да не первое то мне перешла по моему с димен шанс эта палетка то есть на две работы такой палетки мне хватает это уже точно на выброс схема простая логичная схема вся она у меня перечеркнута вот видите какие большие участки фона отшиваются вот что еще что еще по наборчику такого больше все наверное ничего сказать могу давайте томить не буду показываю работу посмотрите что у меня получилось такая вот у меня красоточка получилось вот она посмотрите на ее лицо на чипчик на руки на поднос здорово да посмотрите как я ее люблю как она мне нравится немножко засвечивает сейчас камера такое чувство здесь вот фон потемнее потемнее в углах фон он потемнее вот так в целом вот впечатление у вас сложится я думаю вполне себе хорошая потому что передача на очень близкая какой размер у меня получился на шестнадцатом каунте за место 24 сантиметров у меня получилось чуть больше двадцати двадцать с половиной сантиметров а в длину за место 40 у меня получилось 34 то есть в длину я сэкономила 6 сантиметров а в ширину грубо говоря 3 это меня все устроило хорошо что я решилась поменять канву потому что такой размер вышивки мне вполне подойдет 34 сантиметра потому что вышивка она это музейная такая коллекция да я ее хочу оформить какой-то широкий багет либо это будет паспарту и в целом работа будет крупная я уже примерно знаю где ее повешу мне там вот именно такой хороший размер будет вышивки что еще вам сказать по этой работе ну здорово получилось вот здесь когда я шила фон здесь вот номер 6 ниточка вышивалась потом номер 77 где-то а между ними в комбинация blend между шестой и седьмой и я когда здесь вышивала этот фонд я вообще не понимала мне казалось я отшиваю одним цветом еще работа видимость равно запылилась за полгода и когда я отшила я тоже мало что видела каких-то резких переходов не было но когда я работу постирала у меня ниточки они просто заиграли они все так освежились они стали вот наряд и и да но это даже не наряд как вот ее одежда форма она прямо заиграла и юбка вот эта зеленая и жакетик ее коричневый юбка накрахмаленная на прям раскрылись все цвета то хорошо после стирки и раскрылись вот эти вот ниточки фоновые которые идут для фона прям вот видно что она работает в такой кофейне какой-то каменное здание до полу даже какие-то полуподвальные возможно помещение потому что здесь света очень мало пол бревенчатый прям это все очень хорошо передано но особенно мне нравится эта юбка вот юбку я вообще ее куда отшивала я прям не могла на нее насмотреться мне нравится и передник вот этот на крахмаре на и залом от такого большого количества крахмала до в растворе было и юбка зеленая со складками пышная замечательная ножка когда отшила лицо мне очень тоже все понравилось такие черты лица хорошие такие плавные здорово здорово чепчик тоже на крахмаленный скорее всего здорово я очень рада этой работе очень рада потому что ну это уже немножко другой уровень для меня немножко другой все-таки понравилось не отшивать музейную коллекцию я что-то еще хочу себе отшить было бы здорово конечно риолис не сравнить с многоцветками до шоколадницы которые вот есть по моему в ст шоколадницу на ютубе тоже отшивают там конечно совсем другая проработка но это мне пока не по плечу а вот такие работы небольшие этим я радуюсь сейчас вы любуетесь на мою красавицу я вам немножко расскажу вообще об этой картине поэтому берите вышивку пейте чай кофе я хотела кстати кофе сюда налить для антуража но побоялась что я его сейчас пролью поэтому здесь вот шоколад что хочу по этой работе но я только-то очень кратко так что не пугайтесь очень кратко с чего началось вообще популярность этой картины кстати картина швейцарского художника жан-этен леотар написал ее примерно написал он ее в 1744 году но точных данных нет это все ориентировочно но завоевала она популярность когда в сша в 1880 году появилась гастрономическая новинка а именно коробку с какао украшала вот этого шоколадница реклама предлагала вкусный напиток и прекрасную легенду о том что примерно в первой половине 18 века венскую кофейню заглянул князь дитрихштейн и был изумлен красотой девушки которая поднесла ему поднос горячим шоколадом естественно князь влюбился в нее с первого взгляда да как это обычно бывает сказках и несмотря на все перипетия и перипетии за социального неравенства он все-таки сделал предложение этой девушке они поженились и в качестве свадебного подарка дитрихштейн просит написать художника портрет его невесты именно вот так как он ее увидел и влюбился вот такая вот история история золушки с хэппи-эндом прекрасная легенда прекрасный горячий напиток все замечательно это одна из версий скажем так да и надо сказать что вот жан-этьен леотар он достаточно был о нем мало что известно он был эпатажным художником и в основном он писал портреты известных людей очень влиятельных всяких тоже в общем очень влиятельные портрет он писал и фрейлин и императрицы по моему он писал да по моему писал какую-то картину императрицы точно сейчас не вспомню ну это о чем-то да говорит и задается вопрос кем же была эта красавица это шоколадница на картине жан-этьен леотара что хочется сказать вот одета она вроде бы просто то просто форму работницы кофейни но посмотрите на ее аристократическую осанку посмотрите на белизну ее кожи на чистоту ее кожи на ее холеные руки на идеально убранные волосы под чепчик одежда вот особенно эта юбка она как будто бы только-только из комоды настолько на на крахмаленное что даже вот в воздухе это ощущается и вообще общая картинка что шоколадница эта девушка подает горячий шоколад самой императрицы но никак не скажет что это какая-то простая девушка в то время модно было на примерять на себя костюмы простолюдинок и многие девушки аристократки они этим пользовались им было смешно весело переодеваться выполнять даже какую-то работу в этой простой форме в этой простой одежде и в том числе они просили писать портреты поэтому есть такая версия что это действительно была какая-то знаменитая девушка того времени несколько девушек нашли из источников что несколько девушек было с фамилией бальтауф по легенде это как раз анна бальтауф которую вот князь дитрихштейн взял себе в жены и из такой фамилии вене было несколько девушек и все они были из богатых семей какая-то была девушка по моему дочь банкира кто-то был фрейлин ну в общем из таких знатных фамилий вот еще какой момент что если все таки князь заказывает портрет своей невесты да то наверное он должен был быть бы забрать свой заказ но эта картина очень долго оставалась у жанны тем один леотара и долго он у себя ее хранил пока ее не выкупили вот сейчас эта картина хранится в дрезденской галерее и будет здорово если кто-то наблюдал на нее в живую да кто-то собирается но понятно не в этом году ног все равно когда-нибудь будет здорово на нее посмотреть в живую и уже для себя решить какой же версии придерживаетесь вы кто эта девушка какая вам версия близка кто-то скажет что это не легенда это было на самом деле но это тоже здорово так что вот девчонки такой небольшой рассказ прекрасная работа будет ждать оформление безусловно будет ждать оформление потому что местечко уже подготовлена под нее так что вот я очень рада очень рада и это опять же финиш который дает новый старт и я буду выбирать буду с чем-то опять стартовать тоже об этом вам все расскажу поэтому с этой работой все немного у меня сменилась локация девчонки продолжим говорить про вышивку и сейчас я хотела бы вам показать набор который я начала мне вообще очень захотелось вышивать цветы просто безумно захотелось но дело в том что я одну схему возьму то у меня нет основы другую схему возьму меня нет ниточек третью схему возьму мне нет ни так не и основа в общем металла сметалась заказала я основу и ниточки еще ко мне не пришли не знаю посмотрим как будет дальше есть у меня в запасе вот такой вот наборчик от мари искусницы называется красные хризантемы этот набор не очень популярного в отшиве я видела на ю тубе парочку это издалека то есть никаких подробностей в принципе девчонки там не рассказывали наборчик у меня лежит наверное года четыре я вообще в самом самом начале купила этот эти хризантемы тогда еще не разбиралась вообще производительных просто понравилась картинка и я заказала тогда увлекалась творчеством отцу оба сё и там в своих стихах но это не стихи это хоку танка да их называют очень часто упоминаются хризантемы именно хризантемы которые поздней осенью прихватил прихватили первые морозы и не на них и вот этим всем я вдохновилась и когда увидела вот этот наборчик сразу его купила но никак у меня до него руки не доходили а в принципе я его хотела отшить сразу же но я побоялась схемы схемы здесь черно-белая сейчас я вам все покажу он не популярный вот желтые хризантемы более популярный набор у них чем красные вот посмотрите пока еще соснову уберу давайте со схемы начнем смотрите какая схема схема черно-белая здесь очень частая смена значков очень часто просто вот берешь ниточку делаешь два крестика и закрепляешь и так по всей схеме она для меня вообще нечитабельная и поэтому я откладывала этот наборчик откладывал откладывала и тут сейчас времени появилось побольше что я сделала я давно хотел хотел освоить сагу я ее приобрела скачала на планшет стала разбираться стала искать эту схему в xsd качестве эти хризантемы схемы не оказалось не оказалось что я сделала попросила мужа скачать не паттер мейкер и начала перенабирать схему попробовать вообще что это такое с чем его едят это не очень-то просто устают у меня глаза и хорошо что я не стала там набирать всю схему я начала только вот с этого центрального ну самого крупного цветка с этой хризантемки набрала ее вот этот участок в паттер мейкере и закачала в сагу начала отшивать что еще по саге хочу сказать что благодарю елену пуше она очень продвигает сагу но я думаю не в каких-то коммерческих целях а просто он ей очень нравится и и благодаря вот ее такому хорошему мнению и она всех девчонок склоняет в саге перейти потому что преимущество вышивать многоцветки и вот от нее я заразилась вот этой сагой только наверно благодаря ей хотя и раньше слышала естественно но вот именно после ее видео я как-то решил для себя только сага только сага так что вот мне все нравится вышивать гораздо быстрее гораздо и глаза не устают потому что по этой схеме я просто бы замучилась у меня очень болят глаза вышивать по таким схемам так вот девчонки что у меня отшилось отшила я даже не все что я перенабрала половину вот половину этой хризантемы центральной и посмотрите что у меня вышло вот сейчас хорошо оттенки передает вы посмотрите как ярко это очень ярко сама сердцевинка я когда отшила сердцевину цветка я думала что я какую-то яркую ромашку отшиваю настолько яркие краски ярко-желтый ярко-оранжевый я даже не готова была к этому а когда перешла к лепесткам там просто ярко розовую фуксия я стала сомневаться я стала собой все больше и больше сомневаться потому что на превью на превью эти хризантемы они меня чем привлекли они не яркие цвета приглушенные все как я люблю темно-красные бордовые и они все такие заснеженные такие вот вот еще немножечко чуть-чуть им осталось и они совсем-совсем уже пожухнут все да вот этим не привлекло привлек этот набор но когда отшиваю вот это это такая такое буйство красок это весна это какая-то радость я не готова была к этому и мне не хотелось такое такого результата девчонки поэтому я разочаровалась с тем что я потратила время на это все потратила время на отшив на работу в патермейкере это вообще все это времени столько ушло не знаю и вот вы посмотрите на нитки я вам покажу ниточки так вот одна планшетка ну вот еще одна планшет очка вторая но здесь я понимаю цвета не так посмотрите да снег то есть все оттенки серого голубого дальше идут бордовые к темно-красные я вот эти оттенки понимаю я и ждала вот таких оттенков то есть не хотелось вот именно такой вот заснеженной хризантемы красной но когда я увидела вот эту палетку вы посмотрите как-то у меня не сочетается в голове совсем не сочетается вот то что на превью это что я вижу наборе это что у меня получается вот эта яркость я была к ней не готова я вообще не люблю особо такие яркие цвета ну крайне редко я их вышиваю мне нравится все таки что то такое поспокойнее и вот например вот этот цвет меня вообще смутил салютно когда я начала им отшивать меня вот такие цвета раздражения вызывают если честно девчонки не знаю почему я раздражаюсь вот от таких цветов я раздражаюсь от оранжевых не знаю чет что то как то я не поняла не поняла превью почему они так на фотошоп или его это превью я не знаю потому что результат у меня совсем другой совсем другой у меня очень такая вот жизнерадостная хризантема мне такую не надо вы уже наверное поняли мой вкус я не особо люблю такое так что вот такой неудачный у меня опыт еще один долгострой у меня больше отшивать я этот набор не буду у меня в принципе девчонки долгостроев особо нет я как-нибудь сниму видео почему их нет потому что если мне что-то не нравится набор мне не нравится отшив я это творчество это хобби здесь нет никакой обязаловки я скрипя зубами это отшивать для галочки не буду пусть лежит просто возможно я эту основу буду где-то использовать то не знаю какова судьба этого набора но отшивать я его не буду поэтому я его и долгостроим ты не считаю мне просто они у меня в основном лежат вот эти наборы которые я начала и мне что-то не пошло я продолжать не буду они у меня просто лежат мне жалко выкинуть не жалко выкидывать ниточки мне жалко выкидывать основу схему а вдруг кому-то понадобится то есть они у меня лежат это даже не долгостроить даже не знаю как ним относиться в общем вот так вот буду я искать другие цветы эти на эти цветы от мари искусницы я обиделась не знаю буду ли еще что-то от мари искусницы но если уж тот совсем душу западет а пока я сторонюсь этого производителя потому что черно-белые съемки как-то мне не не зашли так что вот на этом наверное все всем спасибо за внимание ставьте лайки комментируйте всем пока пока